В Алматы в научно-исследовательском институте кардиологии и внутренних болезней презентовали новые методы капсульной эндоскопии. Мастер-класс для казахстанских врачей провел эксперт российской компании Медси Премиум, доктор медицинских наук Петр Щербаков. Что представляет из себя новая технология, расскажет Григорий Беденко. Впервые капсульная эндоскопия появилась в нашей стране в 2014 году. Принципиальная особенность метода в том, что пациента, страдающего от заболевания желудочно-кишечного тракта, нет необходимости подвергать болезненной процедуре, при которой внутрь вводится зонт. Вместо этого больной глотает специальную капсулу, снабженную видеокамерой. Она детально фиксирует состояние желудка и кишечника. Для того, чтобы использовать капсульную эндоскопию, в принципе, в Казахстане все есть. Есть подготовленные врачи-эндоскописты, которые знают и гастроэнкологическую практику. Собственно говоря, больше ничего не нужно. Профессор Щербаков презентовал в Казахстане технологию так называемой смарт-капсулы. Применение этого миниатюрного устройства не требует каких-либо специальных санитарных условий и процедурного кабинета. Диагностику можно проводить даже дома у пациента. Смарт-капсула нового поколения продвигается по кишечнику около 8 часов. И за это время делают около 80 тысяч снимков в формате 4К. Детальными исследуются самые труднодоступные части кишечника. Информацию капсула передает на сопряженные устройства, которые крепятся на поясе больного. Капсульная эндоскопия, насколько бы она ни была дорогая, насколько бы она ни была сложная, она является огромным подспорьем для диагностики и лечения пациентов. В среднем у нас таких пациентов за год набирается несколько тысяч человек. Конечно, мы можем позволить, мы им капсульную эндоскопию проводим. Однако данная технология при всех ее преимуществах все же является дорогостоящей. Поэтому казахстанские специалисты выражают надежду, что она будет добавлена в перечень бесплатных медицинских услуг, гарантированных государством.